Две игры у нас осталось. Матч очередной, интересный из этой конференции. Чикаго играет с северными крыльями. Вот тут прям за руку может получиться. Единственное, что у меня есть информация из верных источников, то что у Чикаго, возможно, будет экспериментальный состав. Есть некоторые проблемы, но будет состав просто не из тех игроков, кто сюда приезжает. Ну а северные крылья – это прям стабильная команда, которая всех удивила. Перед началом сезона мы с Максимом Зубенко очень сильно сомневались в конкурентоспособности северных крыльев в лав-дивизионе. Мы спрашивали, почему не изи, но, мне кажется, результаты первого круга показали, что они сделали правильный выбор. Мне кажется, я их даже видел в этом сезоне и подумал, что вот это круто, как вырос уровень игры в дивизионе лав. Потому что, если я ничего не путаю, то меня очень впечатлила именно их игра в защите. Да, 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 защита – это действительно отрабатывают ребят в полной программе. Вот, Чайл Буз, экспериментальный состав. Да, то есть то, что мы сейчас откроем, не факт, что именно это и приедет. Есть у меня такая информация, но я не буду все карты раскрывать, все экспрочные. Мне кажется, и так всегда эксперименталось в последнее время. Ну, в принципе, да, вот ты посмотришь и видишь, что тут только один человек, который универсальный боец, стабильный, Степа Дружков, которого Яшин потянул в команду и ушел, кстати. Яшин ушел, все. И они лишились хотя бы еще одного такого человека, кто могло хотя бы хоть какое-то влияние на команду. Я вообще не понимаю, что происходит. К сожалению, у Литасов, когда вот есть такое понятие, да, говорят про тренеров, не имеют контроля в раздевалке, да, над командой. Вот есть такое понятие, футбол его любят использовать. То есть Литасов чувствуется особо в этом плане, на самотек пустился эту историю. То есть он выступает чисто в роли менеджера. То есть он удается с кем-то договориться из игроков, он его берет, он не думает о том, насколько он там подходит, не подходит и все. Ну и в итоге получается такая некоторая солянка. Как я говорил в этом сезоне про команду TuneSquad в Изи, суповой набор. Правда, после этих слов этот суповой набор обыграл команду фаворита. Возможно, это мотивирует слово, не знаю. Ну, короче, тут сложно сказать. Нет, но если Дагаев Алексей приведет, то победа. Алексей Дагаев, да, Алексей Дагаев. Дагаев, я так понимаю, выступает некоторым таким связующим звеном между Литасовым и всеми остальными. Правая рука Литасова. А где, а где, а где центровой? Ощепка. Ощепка. Ощепка пропустил очень много матчей из-за дисквалификации, которую в Лидии Лиге получил. И есть информация, что, возможно, учитывая то, что в ВБЛ все меняется, и, как говорится, молодые ругаются, как там фраза эта есть? Молодые ругаются, только и тешутся, или как там? Ну, короче, есть вероятность, что он может вернуться, но сейчас есть информация, что он не будет за Чикаго больше играть. Ощепка. Да. Давайте семя очков. Да, это вот. Вот эти очки, конечно, будет сложно, чем с Доминить. Ну да, это непросто. Потому что там, как правило, такие достаточно трудовые, после подборов. Какой-нибудь, грюк хороший там. Да, да. Ну, короче, да, в Чикаго, да, в Чикаго, конечно. Как боссом. Только хуже. Сегодня Александр, мне кажется, его тоже Ощепка подтянул. Мне кажется, они играют вместе. Кого именно? Сиротина. Сиротина Александра. Но Сиротин вроде еще появляется. Насколько я знаю, да, они где-то вместе. Да, да, да. Ну, Сиротин вроде еще появляется в Чикаго, в отличие от Ощепка. Кемал вот вернулся. Чикаго в прошлом туре обыграл Бостон, и Кемал был на игре. Кущенко стабильно приезжает. Ну, в Кущенко понятно, они с Литасовым соседей. В прямом смысле. В одном доме живут, поэтому тут понятно. Короче, тут вот реально солянка. Солянка в составе у Чикаго. Кто угодно может приехать. А тут еще, и мы знаем, что кто-то еще новый приедет, кого нет в составе. Так что Чикаго, я думаю, понятно все. Насчет Северных Крыльев. Эти ребята в нашем году играли в дивизионе Нова. И там дошли до матча третье место. Проиграли в матче третье место как раз по школьникам. Часть из которых сейчас играет в Глоб Троторс. И, соответственно, не знаю, что можно сказать. Очень сбалансированная команда. Очень сбалансированная. Если посмотреть на игровые минуты, вот это прям суперлоу менеджмент. То есть никто не выделяется, никто слишком много не играет. Чуть больше минуту центрового. Я на Пандурина. Но в целом, если посмотреть, вот это чисто такая ротация. Очень хорошая. И они, конечно, на старый сезон всех удивили. Потом все-таки пошли у них некоторые поражения. И результаты все равно упали. Но они все равно идут хорошо. 9-6 они идут. Это хорошее. Я смотрю у них Панкин. Ну, Панкин на одну игру приехал. Тренирует команду молодой Илья Копралов. Он играет за руковку, как и Панкин и Шостко. И, наверное, просто потянул их разочек на игру. Но не факт, что они будут еще появляться. Ну, короче, очередная команда, состоящая из быстрых, бегущих, бросающих ребят. Ну, вообще, там есть и достаточно возрастные игроки. Там Аксенова за 30, Жигалинова, по-моему, 30 или больше. Не знаю, сколько Жигалинова. Сколько Владимиру лет вообще? А, 38. Ничего себе. Ну, тоже. То есть, в общем, наверное, у них нет такого прям четкого понятия старт. Есть пару игроков, кто там Железно в старте выходит. Но в целом просто есть игроки и не самые молодые. Но в плане физической формы действительно команда отлично готовится. Там прям я видел тоже, как они тренируются. Они тоже в кампусе тренируются. У них все хорошо с этим. Тренерская подготовка, тренировочная, все отлично. И это прям реально команда. Приятно видеть. Удивляет, конечно, Аксенов. Вот он 3 или 4 матча сейчас играет после дисквалификации. У него дисквалификация была. И он стабильно играет меньше 30 минут. Он там проводит отрезок 25-27 минут. И набирает за это время очков по 25. То есть, человек набирает минуту в среднем. Очков за минуту. Очень хороший показатель. А на какой позиции? Ну, Аксенов это такой, наверное, третий номер. Нельзя, наверное, его так кучим защитникам назвать. Третий номер много бросаясь с периметра. Но при этом может и обыграть краску IT. Ну да. 180-180 метров. 12 килограмм. Для лавка это, конечно, не самые выдающиеся габариты. Но в целом, да. Короче, очень сбалансированная команда. Которую все хвалят. Но все-таки немножко результаты ухудшились. Северные играют очень неуверенные матчи в последнее время. Так что быки могут и выиграть. Но вот Макс говорит то, что... Ага, так. Еще про Сиротина. Комментарий. Сиротин катается. Они в ЮГА вместе играют за Роснефть. Сощепка. Но сейчас Саша и там играют. Ага. Возможно, Сощепка проблема. А не только проблема у него с Чикаго. Короче, в общем, есть какой-то небольшой, судя по всему, кризис в игре Северных Крыльев. Есть верить Максу, который часто комментирует матчи этой команды. Может быть, это шанс для Чикаго. Но учитывая то, что там кот в мешке, какой состав приедет, непонятно. В общем, рандомный матч. Крылья, как более стабильная команда, выглядит фаворитом.